Брещанин Евгений Ванелик уверен, индивидуальный предприниматель, который заинтересован в развитии не только своего бизнеса, но и родного города, будет всегда успешнее того, кто равнодушен к общественной жизни. Молодой человек – владелец аттракциона в парке 1 мая. Бизнес семейный, ему уже 15 лет. Предприниматель в стороне от проводимых в Бресте проектов и мероприятий не остается. Помогает в организации традиционного ежегодного бала «Алые паруса», а также участвует в мероприятиях, которые проводятся под эгидой МЧС. Таким образом, на деле реализуется принцип государственно-частного партнерства. Когда-то нас пригласили в Совет развития малодушного предпринимательства. Оказалось, очень интересная работа в жизни города. Приглашают участвовать в различных мероприятиях, которые проходят в городе. Активная позиция, нам интересна, мы стараемся. Мы приглашали артистов, непостоянно Сашу Нема, который выступал, другие коллективы, которые также поздравляли выпускников и выступали на сцене. Проводился день МЧС на территории Парка Мира. Мы предоставляли аттракционы, которые можно перевезти туда, чтобы дети могли бесплатно воспользоваться, покататься, отдохнуть. Удачным примером государственно-частного партнерства являются и проекты, которые реализуют в белорусском сервисе такси 7220. В офисе сегодня вспоминают, как пандемия ударила по их бизнесу. Он переживал непростые времена, однако трудности заставили активизировать свои силы и ресурсы. Сотрудники сервиса раздавали промокоды на свои поездки, а также бесплатно разводили волонтеров. Но благотворительные проекты осуществлялись и до пандемии. Организовали доставку волонтерами необходимых медикаментов пожилым людям и всем нуждающимся. Также мы раздавали деньги детским домам. У нас есть приз президента. Это, конечно, было немножко до пандемии, но этот денежный приз в общей сумме мы перечислили детскому дому города Бреста. Брестский фонд развития государственно-частного партнерства был создан три года назад. Простыми словами, это площадка для встреч бизнесменов с органами госуправления. Однако крупных предпринимателей надо вырастить. Поэтому в 2019 году в Бресте был образован Совет развития молодежного предпринимательства. Сегодня в нем 32 субъекта хозяйствования. Академия Ашак и фитнес-центры Сити Джим, военно-спортивные клубы Комбат и Патриот, Рэгби-клуб Уния и Кофейня Кофеин. В 2019 году был образован Совет развития молодежного предпринимательства. И как раз после реорганизации фонда он является такой подушкой безопасности, плацдармом для развития проектов и программ Совета развития молодежного предпринимательства. Помимо этого фонд также занимается деятельностью по привлечению ребят, которые интересуются инвестиционными предложениями, контактируют с различными инвесторами, также кооперируют этих инвесторов во взаимодействии с разными органами госуправления и частными структурами. Конечно, основная задача, которая сегодня стоит перед фондом развития государства на частного партнерства, это привлечение средств крупного бизнеса для развития инфраструктуры. То есть, в строительстве дорог, больниц и детских садов должны принимать участие представители бизнеса. Задача государства – предложить выгодные условия. Участие в проектах и программах государственного частного партнерства задействовано пока не в полном объеме, так как это очень крупные инвестиционные проекты, которые предусматривают взаимодействие государства и бизнеса на протяжении 10, 15, 20 лет. Но мы решили начать с малого. Мы именно выступаем за любое сотрудничество государства и бизнеса. Оно может быть как в социальной сфере, так и в экономике.